Приветики всем и косметоманчикам! Сегодня одна маленькая посылочка с Алиэкспресс. Здесь должна быть декоративная косметика. Что же у нас там? Это маленький карандашик. Вернее, это должен быть длинный карандашик. Стоит такой карандаш у нас в магазинах просто в разы дороже, потому что у нас, во-первых, продают вот такие маленькие карандашики, ну, небольшие, либо автоматические. Это не сильно выгодно. Я ничего не имею против деревянных карандашиков обычных, простых, поэтому выбрала именно такой. Это должен быть темно-коричневый карандаш. Давайте его распечатаем. Здесь у нас есть защитный колпачок, красивый, прозрачный. Я очень люблю прозрачные вещи, считаю их очень красивыми. Пока я ждала этот карандашик, я уже успела купить другой карандаш от фирмы For Revenge. Примерно такой же оттенок, но я вижу, что этот должен быть чуть более темным. У меня уже есть два карандаша. Это карандаш контурный для губ и глаз. Я использовала его иногда как каял, но он не слишком стойкий. Он уже заканчивается и плохо точится. Он черный абсолютно. Для стрелок не очень подходит, потому что размазывается. Этот карандаш, который вот For Revenge я купила для бровей, он вот не темно-коричневый. Как видите, я им уже вовсю пользуюсь. Он мне очень нравится. Нету такого, что с одного прикосновения вы ставите себе огромное пятно. Он не слишком пигментированный. Он такой восковый. Дороговат. Это только потому, что очень-очень-очень маленький. Потому что, смотрите, ну вот он такой по длине, который, как тот, который уже у меня заканчивается, и тот, который у меня уже больше, чем полгода. Вот этот черный карандашик я уже готовлю на выброс. В нем как будто бы изменилась уже консистенция. Точилка. Вот самая главная проблема таких точилок. Не надейтесь, что вы купите, и это будет очень удобно, что это очень выгодно, что точилка идет в наборе. Во-первых, плохо одевается и на карандаше все время болтается. Очень-очень плохо крепится и может легко слететь, даже когда он просто в косметичке находится. Вот здесь всегда обязательно копится черная стружка от карандаша внутри. Вычищается она крайне сложно. Точить нужно ювелирно. В общем, такой карандаш, пати, я не рекомендую к покупке. Поначалу он, конечно, норм, но как карандаш для губ. Поэтому изначально не выбирайте черный оттенок, потому что черный оттенок вы не сможете полноценно использовать для стрелок или для каяла. Так он уже точится. Так как я в ближайшее время не планирую украсить брови, мне нужны будут, я думаю, может быть, даже оба оттенка, а может, я его даже не буду пока что начинать. Я вижу, что оттенок мне нравится. Оттенок темный, холодный. Примечательно то, что написано все вот здесь на китайском. Иероглифы. Eyebrow pencil. 180. Ничего, такой карандашик можно заказывать. Обошелся он мне всего лишь 45 центов. Карандаш понравился, пока что его не буду начинать. Я сейчас брови оформляю с помощью туши и недостающие пробелы заполняю тем карандашиком белорусский. Тот карандаш служит как раз той цели, которая мне нужна. Легкое заполнение, легкая тень. Потому что основной цвет это тушь. Если брови я укладываю, не укладываю тушью и просто оставляю, то они ее смотрят вниз, смотрятся не очень опрятными, так как свои брови я больше не постригаю, полностью отрастила. Мне нужна именно такая опция. Поэтому этот карандашик, я думаю, пока что полежит. Вот 1,3 грамма здесь всего лишь. А такой длинный. Это 1,3 грамма. То есть, сколько нам тогда в автоматических карандашиках и более маленьких продают. Это очень-очень выгодная покупка. Оставлю в своих косметических запасах. Смотрите мои другие ролики. Пишите, что думаете по поводу настолько бюджетных карандашиков. Ну, карандашки я не в целом бюджетные. Просто на аллее это выходит за смешные деньги. Все, всем пока!